Привет, товарищи! С вами Септ, и продолжаем играть в Мече Магию 3. Ну что ж, у меня возникла такая идея, куда можно пойти дальше, накачаться там по уровням. Можно отправиться в первое подземелье, закрытое на желтый ключ, которое называется Крепость Ужаса. Давно обещал вам в него сходить, так что давайте мы это и сделаем. Это у нас подземелье в одном мировом 18, заходим. Итак, каждый противник у нас здесь встречается. Эти плазмоиды. И желательно в бою с ними снимать все ваше оружие. Потому что у них есть такая особенность, после того, как вы по нему ударите, уже который раз повторяю, они его ломают. А если они уже сами ударят по вам, то тогда у них есть шанс, что они сломают вашу броню. Так, ну эти рычаги им, пожалуй, нажимать не будем, они ничего полезного не делают. Сразимся с плазмоидами. Вот этот рычаг, пожалуй, стоит нажать. И здесь, в качестве новых противников, мы встречаем мумий. Мумии, это, пожалуй, такие хп-сные ребята. Очень трудно убивать, даже вот смотрите, варвары их не с первого раза выносят. Что ж там, говорите, паладиней, например. Но, тем не менее, противники, они не самые сильные. Ну, если учесть то, что они нежить, по ним поступает меньше урона, так что все нормально. А, саркофаги закрыты, как ни странно. Находим здесь какие-то там брошки, луки, посмотрим. А, нам выпал какой-то изумрудный жезл. Ой, не жезл, а пояс, конечно же. Так, а здесь что у нас? Артефакты добра. Прекрасно. Давайте-ка мы телепортем все сюда еще раз, чтобы нам лишний раз тут не плутать. Так, 18. Вот, мы вернулись ко входу, и теперь идем в следующий. Следующий отсек, встречаем здесь руки. Это, как всегда. Хм. Этот рычаг, пожалуй, нажимать не будем. Я так полагаю, забыл снять оружие, ну да. Как же я теперь буду драться с мумиями? Спрашивается. Ну ладно, как-то справились все равно. Так, а что здесь? Артефакт добра. Прекрасно. Ну и теперь давайте выбросим какие-то там ненужные вещи, скажем, из стали, из железа. Это, я так полагаю, латунь. Не знаю, как точно это переводится. Ляпис. Может быть. Так, освободили немножко места, выбросили все сама ненужное. И теперь давайте зайдем в главный зал. Здесь еще больше плазмоидов. Они буквально заселяют это подземелье. Ну и давайте зайдем вот в этот зал, наверное. Так, я не помню, нажимать этот рычаг нужно или нет. Ну, потом мы его ставим. Я уж вспомню как-нибудь, какие рычаги нужно нажимать. Так, что здесь? Нейтралы. Первый раз мы встречаем в это подземелье нейтралные артефакты. Раньше мы попадали в какие-то артефакты добра, как ни странно. Это у нас все-таки крепость ужаса. По идее, здесь должны быть артефакты зла. Но, как оказалось, мумии просто сперли здесь все добрые артефакты-то. Очень странные мумии, надо сказать. А может быть, эти артефакты оказались у них по какому-то странному стечению обстоятельств? Так, ребят, ну я не знаю, нажимать этот рычаг или нет. Потом сюда вернемся еще. Пока что зайдем вот сюда. Давайте побегаем еще внизу. Так, ну эти рычаги мы точно нажимать не будем. Еще один рычаг под вопросом. Я точно знаю, что здесь нужно повернуть четыре рычага, чтобы заработал телепорт королевым романом. А вот какие четыре, я точно не помню. Вот первые два мы открыли, это я их помню. А другие? Я помню, еще третий там на верху находится. А четвертый, я не знаю, какой. Ладно, читаем, что нам говорит этот гроб. Нам пишут, что только после того, ну как мы правильно настроим телепорт, мы сможем, ну правильно, так сказать, телепортнуться. Королю мумий. Встречаем плазмоида. Так, что нам пишут? Всего шестнадцати рычагов, чтобы их повернуть. Немноговато здесь рычагов, не так ли? Особенно если честно, что нам нужно всего четыре. Вот этот рычаг нам точно будет нужен, сейчас мы его повернем. Сперва, конечно, сейчас забьем бумий, с них падают неплохие денежки, опыт, конечно же. И давайте решим, какой рычаг мне открывать. Все, узнал, где находятся наши рычаги. Первый находится где-то вот здесь, нам нужно проткнуть немножко ниже. Вот он. Ну, наконец, последний. Последний у нас находится в другом зале. Вот здесь. Ну, прямо за поворотом. Все, повернулись, и нужны нам рычаги. Ну, и теперь посмотрите. Вот так вот должна выглядеть наша ситуация. То есть, вот по бокам должны быть вот такие каменные статуи. И вот эти электрические поля приводят нас к телепорту. Что ж, колдун, значит, защиту от молнии, наверное. Чтобы слишком много урона не получить. Ну, по идее, столько хватит. Давайте посмотрим. Ну да, хватает вполне. Заходим в телепорт, и здесь мы встречаем. Короля мумий. Ну, это стало быть королева. И по совместительству его жена. Ну что ж, довольно-таки миленький босс, надо сказать. Открываем здесь гроб, находим первую карточку, которая нам будет нужна для прохождения игры. И кое-какие, наверное, ненужные вещи. Давайте посмотрим. Ну да, по большей части ненужные. Но все-таки у нас выпало такое прикольное кольцо из обсидиана. Потом мы еще с инвентарем будем разбираться. Хотя, по идее, мы не так уж и хорошо снаряженная команда, надо сказать. Зачем мне вообще нужна экипировка-то? Больше-то части. Я без нее прекрасно справляюсь. Точнее, как? Ну, мне просто побольше-то отчасти. Экипировка нормальная. Вот и что я имел в виду. Могу вот прямо сейчас войти в любое подземелье и там абсолютно всех вынести. Ну, разве что у меня еще с последним подземельем могут быть кое-какие проблемы. Там у нас будут минотавры, медузы. Ну, с медузами там разговор короткий будет. Они боятся пауэршилда. Ну, а вот минотавры, минотавры, они довольно-таки мощные, ребята. Чтобы с ними сражаться, нужно владеть больше скоростью. В этом нам помогут, наверное, статусы в заснеженных землях. Либо... Либо какие-то еще повышалки скорости. Потом мы их еще найдем, наверное. Нам предстоит довольно-таки много побегать. Ну, это подземелье. Мы, скорее всего, будем исследовать уже последний момент. То есть, последнее подземелье будет. Ну, так что подождем еще с ним. Ну, а пока телепортируемся в первый город. Точнее, в пятый. В пятый город. Посмотрим, насколько мы хорошо натренировались. В этом подземелье мы все уже сделали. Собрали нужную нам карточку и забили короля мумий. Итак. Давайте посмотрим, насколько хорошо мы натренировались. Ну что ж, на уровень нам накатали. Хорошо. Восстановили магию. Прекрасно. Ну и теперь можно будет идти в замок добра. И там уже чинить беспредел. Находится он у нас в квадратике А1. Достаточно просто сделать для него пару телепортов. Так, телепорт. На девяточку. И еще один. На пятерку. Заходим в замок. Сдаем туда все артефакты, которые мы добыли. Из крепости ужаса. У нас еще были и другие. Но это не важно. Мы сдали все артефакты. И теперь давайте накалываем заклинание глаз шародея. Что ж, мы видим здесь первую секретную комнату. Всего их здесь будет три. И пройти сюда можно будет только с помощью телепорта. Многие могли подумать, что сюда можно пройти с помощью мясного подземелья. На самом деле нет. Только с помощью телепорта. Вот, как я уже говорил, нам здесь встречаются паладины. Первый и последний раз, пожалуй. И по-ваме них, помимо вот этих вот всех стражников, здесь будут еще и черные рыцари. Представляете, да? Черные рыцари в замке добра. Но все-таки работа у них не самая простая. Они хранят артефакты зла. Так что все нормально, наверное. Но самое странное, то что эти рыцари охраняют личные судыки короля. То есть, вы представляете, да? Это личная королевская охрана. Представляете, каково относительно добро в этом мире. Это, пожалуй, одна из немногих причин, почему я не хочу играть за короля добрых. И сейчас вы узнаете, в чем заключается его следующая причина. Сперва, давайте разгадаем закатку от подземелья, потому что именно там находится пароль от сундуков. Читаем. Нам нужно посетить четыре воина. Ну, по сути, это четыре статуи. Записывайте их имена куда ни в блокноте. К первого звали Джодел. Второго Лидбест. Третьего Дешим. И, наконец, последнего звали Австрейль. Итак, из всех их имен нужно будет вычистить те буквы, которые участвуют в названии замка Вайтшилд. То есть, W, H, I, T, E, S, L и D. Итак, я привожу всех имена где-нибудь сверху. Затем вычитаю из них все нужные нам буквы. И в итоге, если правильно сложите все их оставшиеся символы, получается Джо Барри. Именно так когда-то и звали повелителя этого замка. Что ж, заходим в Панземелье. Колдуем свет. И здесь можно даже обойтись в пару шелдов. Скоро объясню почему. Так, давайте почитаем, что нам скажут эти кости. Да, это у нас отрывки из одной поэмы. И, конечно же, их нужно будет почитать, чтобы... Чтобы мы могли узнать... Пароль от сундуков. Нам здесь рассказывают поэму от любви. Точнее, можно даже сказать о любовном треугольнике между королем, его королевой, и орком-любовником, королевой по имени Смеллоу. Потом мы еще узнаем, как он выглядит. А выглядит он довольно-таки прикольно, как следует по описанию. Так, ну этот кувшинчик мы отдадим паладину. Это у нас уличит уровни. По идее, все кувшины стоит отдавать ему. Вылетний лишний, это уж точно. И я забыл наложить этого прекрасное заклинание. Не пауэршилд, конечно же, это довольно-таки прикольное заклинать. Сейчас вам покажу, как оно работает. Называется Териалайз. Вот чем заключается его суть. С помощью него мы можем попросту проходить сквозь маятники. Это очень прикольное заклинание. Позволяет вам проходить через вот такие вот очень сложные ловушки, которые довольно-таки мощно дамажат. Эти маятники дамажат нас на 50 единиц. По идее, блокируются пауэршилдами. Но если учесть то, что я собираюсь сэкономить магию, то это заклинание мне будет на руку даже. Считаем, что написано вот здесь. Пишет нам, что орк был блондином. Странный орк, надо сказать. Первый раз такое слышу, что орки могут быть блондинами. Сразу мне представляется такой вот, не знаю, орк-хохол, может быть, с усиками. И который обязательно будет любить сало. И нам здесь пишет очень важную надпись. То, что пароль находится в коробке королевы. Что это за коробка, мы сейчас узнаем. Забыл наложить эти реалайс, уж простите меня. Так. Ну, здесь ничего полезного. Но, тем не менее, если вы хотите правильно, ну, как сказать. Если вы хотите почитать поэму, то, конечно же, это будет для вас полезно, наверное. Так, колдун эти реалайс на этот раз я не забуду. Ой, а что-то на этот раз и матьник не исчез. Ну, да ладно. Хотя бы один раз он не сработает. Находим молот. Интересно, какой? Железный? Вы смеетесь? Железный и молот с демона? По идее, с них падают уже сапфировые вещи. Если мне не изменяет память. Так же, написано здесь. Тоже ничего полезного. Подъем это паладину. Как всегда. Так. Так, так. И терялась. Ну, тут тоже ничего такого интересного. Прыжок. И, наконец, последняя комната. С мини-боссом. Угадать, кто это будет. Ну, если здесь были демоны, рейнджеры. Ну, это, по сути, какая-то тюрьма будет. В которой содержатся не самые хорошие личности. В общем, здесь у нас босс дьявол. Уже в который раз, ребята. Он в качестве босса у нас уступает. Ну, теперь-то все стало над своими местами. Узнали, что это за коробка. Это, как оказалось, гроб, в которого посадили Смеллу. Ну, разумеется. Король его убил. За то, что... Он с его женой творил такие гадости. Вот он его убил, посадил в гроб. И этот гроб отнес королеве. Ну, по сути, это будет ее коробка. Ну, естественно, она была немножко так шокирована. И... Теперь-то мы узнаем, что находится в этой коробке. Смеллу. Находим 10 тысяч гемов. И... Вводим Смеллу еще раз. Находим здесь 5 миллионов золота. Ну, и угадайте, что будет после того, как я открою личные судыки короля. Разумеется, на нас высшит охрану. Ну, здесь есть такая небольшая оговорочка. Дело-то в том, что если вы в эти вот отсеки смотреть не будете, которые находятся здесь по бокам, то все будет нормально. Вы пройдете обратно без потерь. Ну, если вы посмотрите, а здесь находятся у нас черные рыцари, они потом будут за вами следовать по пятам. И лучше, конечно же, в эти отсеки не смотреть. С рыцарами реально могут быть проблемы, если у вас, конечно же, партия на начальных уровнях. Но так-то мне они проблем уже не представляют. Я их легко замочил. Ну, и теперь следующим пунктом нашего назначения будет, пожалуй, замок Бладрейн. Так. На восьмерочку. Ой. И на пятерочку. Нет, что-то я промахнулся немножко, наверное, было на четыре. Ну да ладно, заходим в замок. И... Дайте зайдем в место подземелья. Холдум защит от кислоты, от огня и от холода. Ну... Наверное, у многих из вас уже возникли такие неприятные ощущения, что будет в этом подземелье происходить, что я тут и хорошо так накладываюсь защитами всякими разными. Но, по крайней мере, здесь ничего страшного не будет. Защиту от холода я наложил от немножко других противников. Их подземелья не будет, они будут выступать, конечно, личной охраной королям. Но это противники будут новые. В принципе, вы их видели уже на арене, это были маги. И, по сути, это будет еще одна тюрьма. Здесь мы находим двух наемников, они 18 уровня. И нанять их можно будет в Блатограде. Ну так что, пожалуй, не будут вам помогать по игре. Если у вас такая не очень хорошая... Нехорошо раскачанная партия. Так что, ребята, есть у вас такая вот уже. Партия 18 уровня есть, можете сходить в это подземелье и освободить себе помощников. Если вы играете, так сказать, по своему сценарию. Давайте телепортнемся сюда. Здесь у нас еще одна тюрьма, но здесь уже никаких наемников не будет. Здесь этому товарищу повезло немножко меньше. Он превратился в гниющего скелета. И он может дать в нем кое-какую подсказку. Но он нам говорит, что первый символ это N. Ну или, проще говоря, просто буква N. Довольно-таки оригинальная загадка. Нам нужно будет просто проговорить все эти символы транскрипции. И следующим символом будет буква O. Третье это A. Ну или просто буква R английская. Так, это у нас четвертое, это D. Пятое, это I. Ну или просто английская I. Если для кого-то так будет проще. И, наконец, последний символ это C. Ну или русское S. Итак, после того, как вы по порядку так сложите все эти буквы, получится слово Nordic. Это и будет паролем к сундуку. Здесь очень мощный кристалл увеличен. У вас параметры, по-моему, на 50 единиц. Так что, ребята, не упускайте такой возможности. Это у нас увеличит удачу. Отдаем это вору. Так, у меня все рюкзаки заполнены. Но это не страшно. По идее, с этих червей ничего не падает. Кроме золота и гемов. Так что все нормально. Так, эти кристаллы у нас увеличивают меткость. Это мы отдаем паладину. Здесь еще один червь. И... Эти кристаллы самые важные, пожалуй, они увеличат вашу скорость. Это мы отдадим варвару. Несомненно. Теперь у него скорость больше всех. Ну, паладина чуток меньше, чем у... Ой, ну... Чуток больше, чем у рыцаря, да. Я уже думал то, что он практически с варваром-то выровнялся. Как оказалось, нет. Его надо будет вкачивать еще. Ну, тем не менее, мы уже можем прямо сейчас отправляться в последнее подземелье. Но, как я уже сказал, я лучше повременю с этим. Будем посещать его в последний момент, после того, как пройдем всю остальную игру. Ой, уже в который раз вожу этот пароль. Единственная пароль, это Нортик. Ну, здесь никаких вещей не падает, так что успокойтесь. Забиваем вот всех этих волшебников Чуровых. Чуров еще тот волшебник, если вы не знаете. Математик, черт возьми. И здесь та же самая ситуация, что и в замке Дрэгонтуз. После того, как вы открываете сундук, охрана возобновляется. Таким образом, можно будет опять-таки неплохо раскачаться на местных магах. Вообще, заметили, да, то, что вроде бы как это замок Огров, то есть... Замок с варварской тематикой, но тем не менее, здесь есть маги. Странный замок, надо сказать. И, наконец, последняя линия обороны. Ну, и, соответственно, последний сундук. И можно будет спокойненько так покидать этот замок. Ну, разве что еще осталось 5 артефакта нейтралов. Но это уже отдельные вещи. Это я не забуду, пожалуй. Ну, если забуду, то я, пожалуй, буду полным крестином. Ну, все, пойдем. Мы все замки уже исследовали. Всех обчистили. Ну, и теперь осталось дать все наши артефакты. А, стоп, у меня они все закончились уже, что ли? У меня их было больше, насколько я помню. А может быть, этот товарищ даже все артефакты сразу принимает? Ну, значит, он довольно-таки хороший товарищ. Так, что-то нам прокляли. Хм, странновато. Ну, это стала быть уже другая монетка. Не такая уникальная, как, скажем, вот эти. Так что оставим это в покое. Не будем его, пожалуй, извлечь от проклятия. И отправимся в следующий раз в этот отель Змеи, чтобы сдать все эти монетки. Ну, чтобы они лишний раз нам винтер не засоряли, в общем. Ну, пока что я с вами прощаюсь. С вами был Септ. Смотрите и комментируйте мое видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал.